Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар+. И сегодня у нас тест скорости заряда аккумулятора в смартфоне Poco X3 GT. Напомню, что данный смартфон у нас идет под управлением процессора Dimensity 1100 от компании Mediatek. Имеет смартфон-аккумулятор на 5000 мАч, а также комплектное зарядное устройство вот такое на 67 Вт. Кабель, друзья, хотел бы отметить тот нюанс, что не все смартфоны, которые имеют разъем Type-C, заряжаются данным зарядным устройством. Например, смартфон от компании Samsung Galaxy A72 это зарядное устройство вообще не видит. Как-то так, друзья. Как бы ни было это странным, тем не менее смартфон вообще не видит это зарядное устройство. При подключенном, неважно к какому кабеле, но к этому блочку. Итак, друзья, в качестве секундомера будет выступать Realme 8. И, собственно, надеюсь, что зарядное устройство способно удивить скоростью заряда аккумулятора. Но, друзья, хотелось бы отметить тот нюанс, что все-таки при попытке зарядить смартфон Redmi Note 10 Pro скорость заряда, к сожалению, не увеличилась, несмотря ни на что. Сейчас мы подключаем непосредственно к розетке наш смартфон через зарядный блочок комплектный. Сразу же, друзья, вам показываю, что смартфон полностью разряжен, дабы вы убедились в этом вместе со мной. Как вы можете видеть, пусто. Собственно, подключаемся. Стартанули. Друзья, ну а пока смартфон наш заряжается, хотел бы вам еще напомнить на том, что измерения будут производиться в разрезе за первые 15 минут. На сколько процентов зарядится смартфон? За 30 минут, за 45 минут, за 60 минут. И так до полного заряда. За сколько же зарядится смартфон? До 100%. Кратко, друзья, по смартфону. Хотел бы отметить такие нюансы в нем. Смартфон Poco X3 GT и Redmi Note 10 Pro 5G. Отличия в этих смартфонах лишь в Poco Launcher, а также в названии на шильдике. То бишь слово здесь Redmi, там Poco. Это идентичные смартфоны. Если, допустим, брать смартфон Poco M3 Pro, а также Redmi Note 10 5G. Да, смартфоны одинаковые. Но, опять же, отличия там уже было непосредственно полностью во внешнем виде, друзья. То есть, Poco M3 Pro, он имел самобытный дизайн, самобытный вид. Скажем так, некий более футуристичный дизайн. А Redmi Note 10 5G, он имел, скажем так, такой классический дизайн. Если так можно выразиться, для 10 серии Redmi. И, собственно, все равно отличался. Вы знаете, и каждому человеку, как говорится, свое. Лично мне понравился Poco M3 Pro. Хоть Redmi тоже был нормальный. Вот, но нюанс еще в том, что Poco Launcher, который вы без проблем можете накатить на смартфон. Он Redmi Note 10 Pro 5G. И, собственно, будет все то же самое. Отличать будет только название Redmi. Итак, друзья, по самому смартфону. 6,6 дюймов матрица. Вес смартфона 193 грамма. Смартфон нелегкий. Сразу вам говорю, это такой, скажем так, небольшой кирпичик. Но 6,6 дюймов, эта диагональ достаточно большая. То есть, смотреть фильмы отлично на нем можно без проблем. Смартфон, по предварительным данным, 639 тысяч набирает в тесте Antutu Benchmark. Хочу вам сказать, друзья, что я думаю, этот смартфон может набрать и больше. Опять же, все тесты впереди, друзья. Поскольку Mediatek Dimensity 1100, это практически флагманский процессор. И, собственно, интересно будет мне с ним проводить какие-то тесты, пользоваться им. Я думаю, я во всем буду, естественно, вам, друзья, сообщать. Кстати, смартфон работает на последней прошивке 12.5.2 от, я имею в виду, MIUI на 11-м андроиде. 5000 мАч аккумулятор, друзья. Я думаю, с учетом того, что здесь, конечно же, IPS-матрица, и она более прожорливая, скажем так. Скажем так, не такая энергоэффективная, нежели та же Super AMOLED-матрица. Я думаю, что все-таки аккумулятор будет в среднем держать день, ну так, до вечера, до позднего, это точно. 5000 будет хватать. И хотелось бы отметить тот фактор, что в смартфоне интересный, опять же, набор камер, друзья. А именно, на 64 мегапикселя здесь идет основная камера, широкоугольный объектив на 8 и макрообъектив на 2 мегапикселя. Это, скорее всего, сенсор глубины. В смартфоне, в камерах есть электронная стабилизация. Жаль, что нет оптической. Собственно, фронталочка здесь на 16 мегапикселей. Хотел бы отметить тот момент, друзья, что смартфон не пишет 4К 60 кадров в секунду. Ну, я-то, честно говоря, не знаю, почему так. Железо тянет. Железо тянет. Тут, кстати, по железу, друзья. Mediatek 1100 по 6-нанометровому техпроцессу. Максимальная его частота это 2,6 ГГц. За графику отвечает Armali G77. Это довольно-таки свежий GPU-чип. Оперативочка 8 формата LPDDR4X. Не LPDDR5, к сожалению, друзья. Но, тем не менее, LPDDR4X. Хранение у нас. За хранение память отвечает на 128 ГБ с формата UFS 3.1. Вот это уже как бы интересно. Посвежее. Здесь стоит, кстати, друзья, вибромоторчик Z-Axis Line Air. Мотор 4D-вибрация. Посмотрим, насколько тут вибрация. Еще из любопытного, друзья. Здесь стоит у нас, несмотря на то, что весь смартфон, собственно, вот он пластик идет. Тем не менее, здесь идет над экраном идет уже непосредственно Gorilla Glass Victus. То есть, Gorilla Glass 7 Victus. Частота, переменная частота обновления экрана 1 ГГц. Частота обновления 120 ГГц. Частота дискретизации 240 ГГц, друзья. То есть, это говорит о том, что в смартфоне, этим смартфоном вы можете спокойно на нем, вернее, поиграть. Без каких-либо затупов, лагов. Тут, кстати, друзья, стереодинамики от компании JBL. Поддерживается Hi-Res Audio как по проводной связи, так и по беспроводу. Динамики тут, напомню, стоят стереодинамики от компании JBL. И что хотелось бы отметить, друзья. Ну, во-первых, этот смартфон еще будет долгое время. Долгое время он будет, скажем так, с запасом производительности. Его хватит на долгие года. Кстати, друзья, имеются аудиопрофили кодеки IPTX. IPTX HD, LDAC, AAC кодек. Вот. И самое интересное, друзья, что 67 Вт. Насколько это, скажем так, будет насиловать аккумулятор смартфона. Такая зарядка мощная. Кстати, друзья, кабель очень такой, скажем так, дубовый. И это, причем это не недостаток. Это так оно и есть. Понимаете? То есть, вопрос в том, что... То есть, кабель здесь очень мощный. Тут под 67 Вт, собственно, эта зарядка уже как на ноутбуке, друзья. На минуточку, да? Вот. Я думаю, что смартфон будет актуален еще долгие лета, как говорится. Ну, лет на 5 железобетонно его хватит. Поэтому, друзья, если кто-то планирует приобретать, я рекомендую предварительно его приобретать. Посмотрим, чем он нас удивит. Тесты только начинаются, друзья. Как говорится, давайте будем следить. Так, друзья, ну что, прошли первые 15 минут. И давайте посмотрим вместе с вами, насколько же зарядился наш смартфон. А зарядился смартфон Redmi Note 10 Pro 5G, либо Poco X3 GT на 46%, друзья. Ну, на самом деле, результат обалденный. Меня более чем устраивает. Давайте посмотрим, что будет дальше. Продолжаем. Ну, вот и прошли 30 минут зарядки нашего аккумулятора в смартфоне Poco X3 GT. Давайте, друзья, вместе посмотрим, насколько он же зарядился. А зарядился он аж на 80% за 30 минут. Вы знаете, это крутой результат. Крутой результат. Я думаю, что он по скорости заряда обойдет, конечно же, Poco F3. Непосредственно последнего, скажем так, рекордсмена по скорости зарядки. Ну, будем смотреть, наблюдать. Друзья, ну это какая-то фантастика. За 43 минуты и 30 секунд зарядился наш смартфон Poco X3 GT на 100%. 100%, как вы можете видеть. Я хотел бы отметить, друзья, тот факт, что все-таки оптимизация, как говорится, наше все. И тот нюанс, что 67 ватт зарядное устройство, оно поддерживается таким процессором, как Mediatek Dimensity 1100. Это на самом деле круто. Но, друзья, я хотел бы еще все-таки проэкспериментировать на одном смартфоне, а именно на Poco F3. Как будет 67 ватт зарядное устройство вести себя с тем смартфоном? Все-таки я думаю, что процессор, который установлен в Poco F3, это Snapdragon 870. Я уверен просто, что он должен, в принципе, смартфон с помощью зарядного устройства на 67 ватт намного быстрее зарядить. И я думаю, что все-таки стоит провести этот эксперимент, друзья. Если вы за этот эксперимент, кстати, друзья, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, напишите обязательно свой коммент. Давайте подпишемся по-братски, как говорится. Ну, надеюсь, что будет интересно, друзья. Посмотрим. Сейчас смартфон, как вы можете видеть, кстати, нюанс такой. Смартфон немножечко глюканул. Как вы можете видеть, это тот, который новый Poco X3 GT. Обратите внимание, я его включил. Он вроде бы как начал получать уведомления, и после чего самостоятельно он не перезагрузился, он просто выключился. Я его сам включил. Ну, вот как-то так, друзья. Видите, вот и глюк смартфона, и, собственно, скорость зарядки поражает. Друзья, ну это был канал Технобар+. Как обычно, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok